Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем на несколько каток по просьбам подписчиков АМХ 50Б. Итак, что за машинка? Это 10 уровень, француз и, честно говоря, у меня к нему отношение, ну, такое себе. Но обзор буду снимать честный, не буду делать вид, что эта машина прям плохая заблаговременно, хотя посмотрим сейчас в бою, как он в моих руках играется, но и не буду его расхваливать. Как обычно, посмотрим мы на его орудие и не более того. Его орудие собой представляет 4 снаряда в магазине, 3 секунды между снарядами, 380 единиц урона и 257 единиц пробития. Пробитие плюс-минус неплохое, 380 альфы вроде бы немного, но умноженное на 4 снаряда до по 3 секунды между выстрелами, то, соответственно, после первого шота оставшиеся 3 снаряда выкинете за 9 секунд и суммарно за 4 снаряда типа должны выбивать 1500-1520, точнее, единиц урона с одного барабана. И сразу о минусе данного орудия я бы сказал об огромной ложке дегтя в этой бочке и меда, наверное, я даже не скажу, язык не поворачивается. Урон в минуту, да, 2570 единиц, но, ребят, его еще необходимо реализовать, а с учетом 26,5 секунд перезарядки, это очень сложно. А очень сложно почему? Да потому что ваша туша вместе с вот этой вот башней является полностью картонными. То есть, если вот это вот где-то как-то красненькое, то в основном более 50% силуэта танка, когда он в прицеле, вот в такой проекции, тупо зеленого цвета. Если вот так вот, просто зеленого цвета, и здесь, извините, уже не картон, здесь я бы уже сказал туалетная бумага в один слой. А что касается вот так вот, так в принципе тюль моей бабушки на открытой форточке и то, я думаю, будет покрепче. Короче говоря, говорю к чему, пережить 24 секунды перезарядки этого орудия надо еще умудриться. А значит, все вот эти вот хваленые показатели в 2570 единиц и в 1500 урона с одного барабана надо еще умудриться каким-то образом отыграть. А это, честно говоря, будет довольно-таки сложно. Хотелось бы сказать, что да, хорошее склонение минус 10 вниз, плюс 12 вверх, ну окей, не будем на них обращать внимания. Но минус 10 вниз, вроде бы циферка хорошая, да, как для тяжа. Ну а какой толк от минус 10, если как бы ты не стоял в бою, это все равно, извините, не башка кранвагена, которая красного цвета в прицеле. Она зеленая все равно остается, ребята, ее прошивают, что сюда, что вот сюда, вот что вот сюда. Поэтому каким образом ты в бою не стань, все равно будут туда накидывать, все равно будет туда прилетать. Вот и все, пойди проживи 25 секунд в бою усредненно, для того, чтобы перезарядить свой магазин и выдать еще 4 снаряда. Многие скажут, ребят, ну кого вы слушаете, смотрите, у него 75% экипаж. Да, 75% экипаж. По одной простой причине, тысячу голды завалить меня жаба задавила, потому что не вижу смысла. Плюс к тому, выкачивать экипаж, а зачем выкачивать, если машинка лично мне, допустим, не зашла. Да и что я, в принципе, получу? Проходимость прогунта, мы сейчас с вами оценим, насколько он едет и без этого. Скорость поворота корпуса, окей, но он и так неплохо поворачивается. И, в принципе, поворачивайся ты, не поворачивайся, все равно тебя разбирают, как бы углом ты или ромбом не становился. Скорость поворота башни, да она и так, в принципе, живая, опять-таки в бою сейчас заценим. Ну да, окей, чуть-чуть там быстрее типа станет, аж целых на 4 градуса, это существенно, СТ-шкам тяжело будет тебя закрутить. Все равно, зараза, разбирают, вне зависимости от того, даже если находится в твоем прицеле, потому что перезаряжаться тебе, дружище, целых 25 секунд, а то и больше. Средняя скорость танка увеличится аж на 1 км в час. Это ж какой офигенный показатель. Ну, короче говоря, прям вообще ракета. Что касается разброса на 100 метров, времени сведения, заценим сейчас непосредственно в бою, вот посмотрите на время сведения и прикиньте, что он становится лучше на 0,4 секунды. Ну, прям вообще, прям вау-вау-вау, будет взлет, покажу, поймете. Время перезарядки магазина увеличится аж почти на 3 секунды, аж почти. Почему аж почти? Потому что 2,77. И поверьте, даже вот эти вот 24 секунды с его картонностью все равно покажутся вам вечностью. Урон в минуту типа увеличивается, но по факту ты его отыграть нормально не можешь. И радиус обзора, который в принципе тебе и не нужен-то особо, потому что ты не ПТ. Ты тяжелый танк, который должен продавливать направление, но фиг ты его продавишь, если тебя будут пробивать все, кому не лень, начиная от ЛТ, особо даже не прицеливаясь. Вот это мое скромное мнение. Сейчас закатим его в бой и посмотрим честно, чего эта машинка, я буду отыгрывать на все 100, насколько смогу. Ну, а сейчас посмотрим, насколько она реально живучая. В моих руках, честно говоря, забегая наперед, живучая она не очень. Пока мы закатываемся в бой, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поддержать мои начинания и помогать мне своими подписками. Хоть как-то пытаться конкурировать с теми мастодонтами, которые заняли YouTube своими видео обзорами на танки. И, соответственно, помочь мне попытаться дать альтернативу тем видео, которые есть, которые пропагандируют, что каждая машинка имба в руках, как только вы ее берете. Далеко не каждая машинка имба, и именно это я пытаюсь показать. Я пытаюсь показать честный обзор на танки, чтобы было понятно, как этот танчик будет в руках среднестатистического игрока, который, ну вот, просто средничком играет. Который не запоминает прям какие-то все технические показатели по танку наизусть. Не помнит броню каждого танка наизусть. Не помнит скорость перезарядки до доли секунды и так далее. Ну, в общем, такого игрока, как я. Поэтому буду благодарен вам за подписочку. Возвращаемся к нашему танку. Подвижность данного танка довольно неплохая, да. То есть, смотрите, сейчас по вот такой вот местности, под горку, он нормально разворачивается, он нормально едет. Ну, в общем, вопросов по подвижности по данному танку нет от слова совсем никакой. Поэтому выкачивать стопроцентный экипаж я и не видел никакого смысла. Потому что понимал, что он все равно особо лучше ехать не станет. А даже если станет, то зачем? То есть, он и так нормально двигается, но явно не на тысячу голды он лучше ездить начнет. Правда? Что касается сведения. Вот вам сведение. То есть, для тяжелого танка, который бы сейчас имел броню и, в принципе, мог бы стоять и терпеть, пока сводится, то неплохо. Но он-то терпеть не может. У него-то нет такой возможности. И, в принципе, вот сейчас, выехав на бабаху, я отхватил сразу на косарь. А то и больше. И, честно говоря, это было очень больно и неприятно. Сейчас я ухожу на перезарядку. И, заметьте, 26 секунд каким-то образом мне сейчас надо стоять. То есть, пока мои союзники бодаются, держат направление, я еще перезаряжаюсь и перезаряжаюсь долго. Но, я бы даже сказал, невыносимо долго. Вот мы продолжаем еще перезаряжаться. За это время я начну куда-то ехать, уезжать, там кого-то объезжать. Ну, короче говоря, делать все возможное для того, чтобы отыгрывать, выжить максимально подольше. Ну и, соответственно, что-то сделать максимально побольше. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь. Вот сейчас я выйду на Йоха, допустим. Йох мне наваляет своих 2 или 3 снаряда, в зависимости, на чем он играет. Вот я уже получил на 800. Вот я еще получил. И я так понимаю, что он трехзарядный, и я уже в ангаре. Ребят, ну о чем мы говорим? Посмотрите, куда меня пробивают. Меня пробивают элементарно вверх пушки, в которой, в принципе, по определению в нормальных танках не прилетает. Но не прилетает туда. И прилетело в башню, и прилетело в корпус. Ну, короче говоря, ребят, прилетает, куда просто-таки не ткни. И я не понимаю, с чего этот танк назвали тяжелым. Сделайте его меньше по размерам, сделайте ему то же самое орудие, назовите его средним танком, так он хотя бы будет называться так, как он должен называться. А тяжем у меня язык не поворачивается его назвать. Сейчас досмотрим бой, обязательно закатимся в следующую каточку. Ну и посмотрим, возможно, в следующей катке он отыграет как-то более ярко, более красиво. Но я, честно говоря, в этом сомневаюсь. И, поверьте, вопрос не в моей косорукости. Я нормально отыгрываю на Е100, я нормально отыгрываю на 60ТП, я нормально играю на Йохе, я нормально играю на Кронвагене. То есть на тяжелых танках, на других, я играю абсолютно нормально. Я понимаю, что этот танк может в бою. И для меня до сих пор остается загадкой, а что может в бою этот танк. Если вы знаете, напишите в комментариях, может это действительно имба, я что-то не понимаю. Ну и так, результаты нашего боя. 1327 единиц урона. И это при том, что мы перезарядили барабан и еще шотили. Ну, короче говоря, где 1500 среднего урона с барабана, я, честно говоря, как-то вот совсем не понял. Ушли в минус. Бог с ним. Бывает и такое. Но, ребят, мы ушли в минус на победе. То есть мы победили и ушли в минус. Да, у меня стоит там что-то дополнительное на танке. Но, ребят, мы ушли в минус при победе. Это вообще, блин, уникальная ситуация. С учетом того, что мы там даже не последнее место заняли. Если бы мы вообще там нифига в бою не сделали. Но мы-то сделали, да, там выпускали как-то снаряды. Что-то как-то там били кого-то. Ну, не знаю, ребят. Наверное, я чего-то все-таки не догоняю. Давайте попробуем еще раз закатиться в бой и еще раз посмотрим на этот танчик. Опять-таки, я по максимуму попытаюсь сейвиться, насколько это возможно. Может, в прошлом бою я зря выехал, да, из своего укрытия и поехал пытаться бодаться с Йохом. Окей. Я готов принять такую претензию со стороны любого из вас, со стороны смотрящих это видео. Но, ребят, а зачем тогда этот танк? Просто стоять, пока ваши союзники кого-то там разбирают, а ваша задача просто прятаться, чтобы выжить? Ну, а зачем вы в бою тогда? Мне, честно говоря, абсолютно непонятно. Какая роль этого танка, если вы не можете, я не знаю, выехать на ТТ, вы не можете выехать на ПТ, вы не можете даже выехать на СТ, вы боитесь, что ЛТ, какой-нибудь там вот, допустим, тот же Шеридан, заедет вам там, я не знаю, да даже не в бок, он в морду вам просто засунет минимум 600, и вы сразу начинаете теряться в догадках, бляха-муха, а что мне теперь с этим всем делать? Потому что у меня уже меньше двух косых ХП осталось. Ну, как бы, не знаю, ребят, у меня нет слов, сейчас покатаю этот бой, наверное, как-то полумолча, потому что настроение на этом танке у меня никогда не поднималось, а только падало. Он у меня стоит в ангаре исключительно для того, чтобы стоять, чтобы он был у меня, все-таки я же когда-то его открыл, но в конце концов не убирать же его из ангара, а просто так. Но вот сейчас редкий случай, когда меня не пробили на 560, если вы помните прошлый бой, то в прошлом бою мне бы уже залетело, мама, не горюй. Не знаю, ребят, не знаю, вот сейчас вот этим вот Шериданом, это, наверное, одна из тех ситуаций, когда прям вот совсем повезло, а ему прям совсем не повезло. Ну, бабаха, да, окей, бабахи, там и пробитие нормальное, и урон классный. Куда, кстати, нас пробила бабаха, все равно мне сейчас перезаряжаться полбоя. Я просто постою пока здесь, пробила вот вниз башни, ну, окей, хорошо, поверьте, прилетело бы вверх башни, было бы там. Вот ко мне сейчас уже приехал 60 ТП, а я дальше продолжаю перезаряжаться. Ну, офигенно, углы склонения, где ваши углы склонения, если я сейчас 60 ТП, даже на такой, в принципе, ну, я бы сказал, сомнительной горке не смог нормально отыграть. Ну, не знаю, короче, ребят, просто не знаю. Вот сейчас попробую реализовать барабан пока 60 ТП на перезарядке. Окей, реализовал барабан, ну, вот, в принципе, поиграл, потому что приехал ко мне в ЭЗ, и я вот опять в ангаре. Все, всем спасибо, все свободны, поиграли, классно получилось. И, заметьте, бьют вроде бы и уже под стволом, там, где как будто бы толще должна быть броня, а там, где какой-то стык, не, нифига, все равно прошивается, ребят, ну, прошивается, и прям совсем обидно, и сбоку прошивается, и под углом прошивается. Ну, не знаю, ну, вот какой-то вот такой вот для меня абсолютно непонятный тяжелый танк. Короче говоря, ребят, я не знаю, как вам, мне, честно говоря, эта машина не нравится, вот прям совсем. Не получаю я от нее абсолютно никакого удовольствия, и абсолютно ее не понимаю. И если у меня появляется желание выкатиться на 10 уровне с барабаном в руках, я беру кранвагена, выкатываюсь, и хоть как-то могу принимать непробитие. У меня есть барабан, да, не на 4 снаряда, на 3, но, ребят, все-таки 3 снаряда с дозарядкой, это не 4 снаряда с перезарядкой в практически полминуты. Что же касается этого боя? Победа, 1600 единиц урона, 2 уничтоженных танка, в плюсике уже, как бы, но, честно говоря, я не совсем понял, почему здесь плюс, а там минус, и там, и там убили. Ну, короче говоря, статистика для меня не сильно понятна данная, и последнее место по урону. Ребят, если вы такой же игрок, как я, делайте вывод сами, кому нужна эта десятка? Я бы сказал, что эта десятка нужна тому, кто уже открыл полностью все ветки тяжелых танков, и вот этот остался последний неисследованный. Ну, соответственно, вот только из принципа я бы, честно говоря, его открывал. Жалею о том, что когда-то я эту ветку выкачивал и надеялся на то, что АМХ все-таки покажет себя прям вообще на 3 головы выше, чем все остальные танчики. Да и, откровенно говоря, сами танчики в вот этой вот ветке, мне, честно говоря, даже АМХ 50100 показался более каким-то живучим и бодреньким, чем, ну, десятка. Ну, это мое субъективное мнение. А дальше, ребята, судите меня строго или не строго, как хотите, пишите комментарии, я обязательно отвечу всем. Ну, а кто имеет альтернативное мнение, обязательно напишите его, только, пожалуйста, обоснуйте. Так, думаю, будет гораздо лучше для тех, кто смотрит видео и пытается принять решение, качать ли себе АМХ 50Б. А на данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, буду вам благодарен, возвращайтесь, смотрите мои другие видео. Ну, и, как обычно, всем желаю обязательно мира вам и спокойствия.